Всем привет! Сегодня завершающая часть серии про кроссовки. Итак, на очереди топ-10 величайших и самых значимых баскетбольных кроссовок в истории. Погнали! Открывает десятку Converse Weapon. Год выпуска 1986. Носили Magic Johnson и Larry Bird. Интересная история. Larry Bird и Magic Johnson начали свой путь от главных соперников до близких друзей, снимаясь в рекламе как раз этих кроссовок. Съемки проходили в French League, штат Индиана, родном городке Берда. Но, конечно, Weapon намного больше значит в истории. Для Converse это было золотое время, им не только удалось привлечь двух великих игроков в лице Берда и Magic, но и вообще в середине 80-х почти все главные звезды лиги, конечно, за исключением Джордана, носили Converse Weapon. 9 место. Nike Air Max LeBron 8. Год выпуска 2010. 10 место. Одно из самых ярких и запоминающихся изображений в эру Леброна и Уэйда в Майами произошло именно в 8-х Лебронах. Когда Леброн перевозил свои таланты в Майами, он не забыл захватить с собой, пожалуй, лучшие кроссовки. А расцветка South Beach особенно хороша. Главным плюсом можно отнести отменную амортизацию за счет воздушной подушки Air Max 360. Ну а как иначе, ведь Леброн при своем не самом большом росте обладает огромной мышечной массой. К другим плюсам можно отнести высокий уровень комфорта и защиты, и, конечно же, они очень хороши визуально. 8 место. Air Jordan 5. Год выпуска 1990. Пятые Джорданы были созданы на основе своих предшественников. Для создания нового шедевра были позаимствованы видимый воздушный баллон под пяткой, а также силиконовая решетка по бокам кроссовка, служащая для вентиляции. На некоторых моделях также был добавлен светоотражающий 3M язычок. В Air Jordan 5 его воздушество провело один из своих самых результативных сезонов в карьере, забивая 33,5 очка в среднем за игру, став при этом самым результативным игроком сезона и установив свой личный рекорд по очкам 69 в матче с Кливлендом. Можно смело сказать, что ранние Джорданы установили стандарты для баскетбольных кроссовок на годы вперед, поэтому они по-прежнему являются очень популярными и желанными не только у любителей баскетбола. Идем дальше. 7 место. Converse Chuck Taylor All-Star. Год выпуска 1920-й. Носил Чарльз Чак Тейлор. Это главное творение Converse. Если мы говорим об установлении каких-либо стандартов, то без Тейлора об этом не может быть и речи. Они настолько проникли в культуру, что пережили Converse как компанию. Сейчас Converse является подразделением Nike. И оставались без редизайна вплоть до 2016 года почти 100 лет с момента выпуска. 6 место. Reebok Quashen. Год выпуска 1996-й. Носил Ален Айверсон. Без сомнения, самый памятный момент в этих кроссовках. Айверсон сам по себе был иконой стиля. Тоже можно сказать о его первой паре именных кроссовок. После знаменитого кроссовера он показал, что может соперничать с легендой как на площадке, так и в магазинах кроссовок. За первыми Quashen последовали вторые, третий, плюс еще 13 моделей Ансверов. Но ни одна из них не превзошла оригинал, который по-прежнему отлично продается в ретро-переиздании. Кстати, первый ретро-релиз состоялся спустя 10 лет в 2006 году, после чего кроссовки неоднократно переиздавались во многих странах мира. 5 место. Nike Air Force 1. Год выпуска 1982-й. Носили Мозес Маллоун, Дэнни Эйндж, Чарльз Баркли, Рашид Вовас, Джерри Стэкхаус. Высокие или низкие, кристально-белые или разноцветные, с ремешком или без. Air Force'ы найдутся на любой вкус. Эти кроссовки остаются знаковыми спустя более 30 лет с момента выпуска оригинала и несомненно являются классикой стиля. Они были достаточно крутыми, что о них писали треки. Также были хороши и на баскетбольной площадке, причем носили их не только звезды 80-х, но и десятилетия спустя их обували Джерри Стэкхаус и главный фанат модели Рашид Уоллес, который оставался верен форсам до конца карьеры. К слову, в них в свое время засветился и Коби. Кстати, свое название Air Force 1, что в переводе значит Борт номер 1, получили в честь президентского самолета с одноименным названием. Кроссовки ежегодно перевыпускаются, уже выпущено около 2000 различных расцветок и модификаций, но лично моими любимыми остаются оригинальные белые. Четвертое место. Air Jordan 3. Год выпуска 1988. Был короткий момент в 80-х, когда казалось, что Джордан собирается покинуть Nike, но затем вышли третьи Джорданы и все остальное это уже просто история, причем очень прибыльная. После не самого с коммерческой точки зрения успешного релиза второй модели, вышла третья, которая огромными темпами набирала популярность и вывела ее на новый уровень. В Air Jordan 3 впервые был представлен тот самый логотип летящего человечка, который сейчас является одним из самых узнаваемых в мире. Эта же пара кроссовок была на ногах у Джордана в его победном противостоянии с Домиником Уилкинсом на Сан-Данг-Контесте 1988 года. Открывают тройку еще одни Джорданы. Забегая вперед, скажу не последний. Air Jordan 1. Год выпуска 1985. Те самые оригинальные Джорданы по-прежнему одни из лучших. Их значение в истории невозможно переоценить. И до них уже выходили именные модели, например, Puma Clyde, которые были у меня во второй части, или Adidas Stan Smith. Но ни одни из них не превратили именные баскетбольные кроссовки в огромный бизнес-проект, как это сделали Air Jordan 1. И то, что лига запретила их, так как кроссовки тогда должны были быть строго белыми, и каждая игра Майкла обходилась в 5000 долларов штрафа, в итоге оказалась лучшей рекламой для самих кроссовок, и изменила дальнейшее направление для кроссовок в целом. Второе место. Nike Air Foam Posit 1. В 1997 году компания Nike представила новую именную модель для пенни-хардовая. Представленная модель внесла на рынок абсолютно новую технологию Foam Posit. Это полиуретановая пена, достаточно твердый материал внешнего покрытия. Ее суть заключается в том, что постепенно пена, покрывающая большую часть кроссовка, разнашивается и становится более мягкой, и кроссовок волшебным образом принимает форму стопы. Это была технология будущего. Впрочем, как и сами кроссовки, обладающие футуристическим дизайном. Говорят, это серия тех кроссовок, за которые можно было получить по морде. К счастью, в России вряд ли такое увидишь. Но вот в Штатах ребята лупасят друг друга, что неудивительно при таких-то очередях. Помимо хардовая, их носили Майк Биби в финале 4-х НСАА, Ким Данкан на матче звезд 1998 года, и сам хардовая отметился появлением в Foam Posit'ах на уикенде звезд 2012 года в Орландо. И, наконец, величайшие кроссовки в истории. Первое место. Air Jordan 11. Год выпуска 1995. Почему именно они? Конкорды, Space Jam, Bratz, 7210. Все это я перечисляю расцветки 11-х Джорданов. Редко у какой модели встретишь столько поистине культовых расцветок. Но это лишь одна из сторонных привлекательностей. В этих кроссовках Майкл Джордан осуществил свое полноценное возвращение в качестве величайшего игрока. В них же он снялся в знаменитой картине детства, Космический джем. Air Jordan 11 были на ногах у Майкла в тот знаменательный сезон 1995-1996 годов, когда он привел быков к уже экс-рекордным 72-м победам в регулярке, и завоевал в том сезоне свой четвертый чемпионский титул. Вспоминали бы о них с тем же восхищением, если бы они так не ассоциировались с одним из величайших сезонов в истории НБА. 72 победы в регулярке, MVP матча звезд, MVP регулярного чемпионата, MVP финальной серии, титул чемпиона НБА. Может быть и нет, но данные кроссовки и этот значимый момент навсегда связаны с историей, как определившие величие. Помимо всего прочего, они являются еще и довольно технологичными. Баллистическая ткань делает кроссовки чуть ли не самыми легкими среди линейки Джордана. Динамические ремни плотно облегают стопу для полной сохранности голеностопа. Пластина AirSaw и используемая для улучшения амортизации, была одним из революционных решений в технологии амортизации AirMax. А для упругости движений стопы на подошве была применена полукруглая пластина, сделанная из углеродного волокна. Также впервые в спортивной обуви того времени была использована лакированная кожа, элемент, свойственный только миру высокой моды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова